В рамках региональной недели садоводства министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел прием граждан по личным вопросам. О перспективах развития садоводства, выращивания ягодных культур, помощи государства в решении актуальных вопросов в нашем сюжете. По данным статистики, почти треть населения республики – садоводы. В их собственности участки дачи. Здесь они отдыхают от городской суеты, выращивают небольшой урожай. Товарищества создавались так давно, что вся необходимая инфраструктура уже исчерпала свои ресурсы. Проблемы типичны для многих регионов страны. Решать их лучше с помощью инициативных групп, считает министр. Это вопросы в основном, конечно, электрификации участков, вопросы строительства дорог, подъездных путей к садоводческим участкам, вопросы водоснабжения, водоотведения, загнившие скважины или водобашни и так далее. Вопросов разных очень много и вопросы тарифов также. Наша задача будет эти инициативные группы стыковать с министерствами промышленности, строительства, сельского хозяйства. Мы обязательно рабочую группу внутри создадим, пообсуждаем пару недель. И я уверен, мы выработаем более тесные механизмы взаимодействия с садоводами. Марина Егорова поинтересовалась, можно ли с помощью программы инициативного бюджетирования решить вопрос строительства подъездных дорог и электроснабжения дачных поселков. Министр пояснил, программа действует только в границах населенных пунктов. Зато проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту систем водоснабжения вполне могут участвовать в конкурсном отборе. Правда, в рамках другой программы – комплексного развития сельских территорий. Есть вполне реальный шанс попасть в нее в 2022 году. Александр Лошкин поинтересовался действующими формами господдержки ягодоводов. Целевая поддержка помогла бы всерьез заняться массовым выращиванием клубники, малины и других культур. Напомним, что по этому направлению школе фермера с начала года уже готовят специалистов. Изначально, я думаю, все-таки на плодоводство нужно ориентироваться или выгодно ориентироваться мелким формам хозяйства, а это те же самые фермеры и частный сектор. Садоводы могут воспользоваться федеральными программами, такими как агростартап. А если есть желание расширить границы, то можно подумать и о создании кооперативов. Если садоводы научатся объединяться в кооперативы, то у них открываются абсолютно другие новые формы поддержки. Можно построить запросто переработку ягод, начиная с возреждения, консервации и так далее. Но любую переработку можно по этой программе наладить. При закупке техники, например, тракторов, комбайнов, они могут получить возмещение затрат в размере 40% от стоимости техники. На развитие ягодоводства сегодня можно получить гранты. На эти цели направлено около 50 миллионов рублей. Государство возмещает 80% затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями. Туда входит покупка саженцев, закладка ягодников и сопутствующие траты. Причем сумма постоянно индексируется. На встрече затронули и тему реализации продукции, выращенной на участках. Неплохо бы увеличить число мини-рынков в черте столицы. Ведь в качественных, экологически чистых продуктах нуждаются все. Наталья Мальчикова, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев, Республика.